13 февраля состоялся отчет главы сельского поселения Развилковская. В нем приняли участие заместитель главы Ленинского района Сергей Гаврилов, представители учреждений здравоохранения и образования, старосты деревень, а также местные жители. Именно учет мнения населения, как отметила Марина Комардина, всегда было приоритетным в планировании расходов бюджетных средств. Нам не удалось, конечно, сделать все, что хотели, потому что бюджет невелик. Он составляет 143 миллиона всего-навсего. На наше, в общем-то, довольно-таки большое поселение. Хотелось бы, конечно, чтобы консолидированный бюджет городского округа на перспективу, я думаю, нам позволит решать более глобальные задачи. Бюджет сельского поселения в 2019 году составил 143 миллиона рублей. Основная его часть была распределена на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Также большое внимание уделялось комплексному благоустройству территории. В поселке Развилка проведены ремонтные работы во дворах домов 38 и 39. Построены новые тротуары для повышения уровня безопасности пешеходов. Также приведено в порядок уличное освещение. Отремонтировано центральное шоссе населенного пункта и дорога в деревню Ощерина. В деревню Мамонова отремонтирована улица Дорожная, улица Соловьиная, новая улица Липовая от улиц Центральной до Оврага. Главный плюс подобных встреч населения с представителями власти – это непосредственное общение в режиме реального времени и возможность разобраться в трудной ситуации. По школе бы хотелось. Есть какие-то проблемы? По нашей школе средней, потому что я знаю, что классы переполнены. В одну смену у нас все ведутся занятия. Те школьные кабинеты, которые были отведены под классы, все работают. Вы говорите, что школа работает, классы переполнены. Есть небольшое преувеличение наполняемости классов, но это связано с тем, что поселок растет, строятся новые дома, возводятся микрорайоны, школа одна на поселке. Дополнив ответ, директора школы, заместитель главы Ленинского района Сергей Гаврилов проинформировал, что в государственную программу включено строительство школы на 1350 мест на территории нового жилого комплекса «Римский квартал». В этом году мы начинаем проектирование, соответственно, делаем проект, экспертизу проходим и выходим на строительную монтажную работу школы на 1350 мест. И также там детский сад на 340 мест, также у нас в государственной программе. Я уже сказал, что два мы открываем в этом году, после ввода по эксплуатации, и также 340 мест начинаем проектирование в этом году. Также многих жителей волновали вопросы в сфере здравоохранения. В поликлинике оборудование все старое, не только рентген. И другое оборудование, то есть посмотреть комплексно, решить вопрос. Решить вопрос со специалистами, чтобы у нас была не амбулатория, а поликлиника. Конечно, ремонт нам нужен, конечно, оборудование нам нужно. Жители у нас растут, поликлиника нам нужна. 250 посещений в смену, которые есть, мы не укладываемся в них. И очень рассчитываем на ту поликлинику, которая будет в рамках застройки римского квартала. За достигнутые успехи в профессиональной и общественной деятельности жители сельского поселения были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. У нас очень активный общественный совет. Буквально вчера избран новый состав совета ветеранов. То есть у нас еще и общественная жизнь очень бурно проходит. Общественный совет вообще – это прекрасный помощник для нас, для депутатов. Они выходят постоянно с какими-то инициативами. У нас в прошлом году мы выиграли два проекта нашего поселения, выиграли по инициативному бюджетированию. И благодаря этому у нас появились в сквере детства, новая спортивная и новая детская площадка. В этом году будем тоже участвовать. К сожалению, невозможно сразу решить все проблемы. Но, как заверила глава развилковской администрации Марина Комардина, местная власть будет продолжать дальнейшую работу, рассчитывая на помощь организаций и, конечно же, самих граждан. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.